Розничное кредитование Среди этих вопросов я начну мою беседу с представителем управления ОТП банка Алексеем Короевным. Здравствуйте, Алексей Александрович. Добрый день, Елена. Это стратегический выбор, который стоит и в целом перед банковской системой, и перед каждым отдельным банком. Мы преследуем оба пути. С одной стороны, мы развиваем и дистанционные каналы, и к осени мы обновим нашу версию интернет-банка и запустим активный интернет-банк. С другой стороны, мы ввели инновационный канал. Это маленькие отделения по 50-60 квадратных метров, и они работают с 9 до 9. И мы уже в начале года открыли таких 10 отделений в разных городах. Это Екатеринбург, Челябинск, Улан-Удэ. И мы рассчитываем, что вот такие дешевые небольшие отделения, которые располагаются в тех местах, где клиентам удобно, это хорошая альтернатива, собственно говоря, в том числе большим-большим отделениям, которые строились раньше. Невысок уровень проникновения банковских услуг, поэтому это, безусловно, выгодно. И отделение может быть и за полтора года окупаться, и за два года окупаться. Сегодня многие банки с госучастием активно идут на рынок посткредитования. Вы там давно работаете. О чем бы хотели их предостеречь? Хороший вопрос. Действительно, мы приветствуем появление новых конкурентов. Это всегда интереснее, жизнь меняется. Но для того, чтобы банк был успешен на рынке посткредитования, нужно сочетание трех факторов. Прежде всего, конечно, должен быть идеально точный риск-менеджмент. Потому что речь идет о том, что решение надо принимать быстро. 10-15 минут – это тот индустриальный стандарт, который просто клиентам уже требуется, востребован клиентам. С другой стороны, необходимы хорошие IT-технологии. Это должна быть и очень правильная система фронтального решения, и система предотвращения мошенничества, и система по сбору задолженности. То есть, действительно, это серьезные инвестиции. Они должны быть сделаны правильно, в нужный срок и в должном объеме. Ну и третий факт, который необходим для этих банков – это хорошая команда. Для нас это ключевой фактор успеха. Это команда, которая работает уже с конца 2003 года. Это костяк не менялся. Да, у нас в системе есть ротации. Постоянные люди переезжают из Калининграда в Хабаровск. Из Хабаровска в Калининград. Идет постоянное обновление команды. Но внутри банка. И это та команда, которая успешна. И мы считаем, что это главный фактор успеха. Насколько мне известно, вы отдаете, предположим, взымание долгов коллекторам, то бишь на аутсорсинг. В связи с этим, должники недовольны, как взымаются вот эти вот долги, и жалуются именно не на коллекторов, а на банк, в том числе и на нашем народном рейтинге. Вот как вы смотрите на эти противоречия? Почему вы выбрали именно такой путь? Дело в том, что процедура сбора долгов, она предполагает несколько этапов. В самый первый этап, когда клиент допустил просрочку буквально на несколько дней, ему звонит сотрудник нашего контакт-центра. И просит его вернуть долг. Следующий этап, это уже процедура так называемого soft collection, это мягкая процедура взыскания долгов. Через какой срок приблизительно? После 30-го дня, после просрочки, уже начинается работа подразделения риск-менеджмента. И только на этапе, когда действительно банк уже предпринял со своей стороны все усилия, но не может ничего сделать, это в нашем случае 150-й день, банк передает этот долг в коллекторское агентство. Был прецедент, когда действительно мы поменяли одно коллекторское агентство из-за того, что у нас были вопросы со стороны клиентов качества работы. То есть очень жестко работали. Да, безусловно, для нас репутация – это очень важный аспект. Мы с вами встречались в этом же кабинете несколько лет назад, по-моему, полтора или два года, и на тот момент ОТП-банк являлся таким финансовым супермаркетом. Сегодня какова стратегия и концепция? За счет чего вам удалось стать самым прибыльным банком в ОТП-группе в масштабах всей Европы? Потому что другие ваши конкуренты, они просто уходят с российского рынка, они не выдерживают, закрываются. У вас все с точностью наоборот. Вот в чем залог успеха? За это время банк решил сфокусироваться на тех направлениях, где мы обладаем компетенцией лучше, чем, скажем так, наши конкуренты. Мы стали одним из лучших банков на рынке кредитных карт. Мы были седьмими, восьмими, сейчас мы четвертые, уверенно держим четвертую позицию. Это портфель порядка 17 миллиардов рублей. За этот год мы выросли более чем на 70% в кредитных картах. И это кредит наличными. Наша классическая сеть сейчас сфокусирована на работе фактически с этим одним продуктом, это кредит наличными, который мы хорошо очень знаем, мы растем очень динамично, тоже за год увеличили наш портфель более чем на 100%. Мы не хотим как раз быть финансовым супермаркетом, потому что это продавая все, банк не продает ничего. Давайте расшифруем термин посткредитования. У нас есть Википедия на банке, но приятно, когда это сделает первое лицо банка. Point of sale lending – это кредитование в торговых точках. Для нас это 3300 городов России, населенных пунктов 3300. 3300. Красивая цифра. Это 20 тысяч торговых точек. Это живые люди, которые стоят в торговых точках, которые общаются, которые продают. Или скоро это все будет автоматизировано со временем? Хороший вопрос. В марте месяце мы пригласили 25 наших лучших агентов по объему продаж, по качеству кредитного портфеля из всех регионов страны. Были люди из Урала, из Сибири, из Дальнего Востока. Мы пригласили в Москву. У нас была с ними встреча. И я очень подробно общался и пытался понять, в чем секрет. И, собственно говоря, секретов несколько. Во-первых, у лучших агентов наших, кредитных специалистов, которые на торговых точках как раз подают именно эти посткредиты, потребкредиты, это то, что они любят людей, что они общаются с клиентами. Очень подробно. Если в целом у нас около трети повторных клиентов, то у лучших наших агентов более чем половина тех клиентов, которые к ним приходят, это клиенты повторные. То есть уже их друзья, фактически. Уже их друзья. Я знаю, во многих странах Южной Америки и в Европе действительно этот бизнес очень сильно изменился. Либо торговые сети сами его осуществляют, либо бизнес автоматизирован, так или иначе это системы банкомата и какие-то терминалы. Но на данном этапе для России этот бизнес очень связан и персонифицирован конкретно с фигурой конкретного агента, который продает эти продукты. Человеческий фактор? Без человеческого фактора никак. Насколько мне известно, вы недавно вернулись из Гарварда. Зачем? Неужели это были такие своеобразные курсы повышения квалификации? Дело в том, что для любого менеджера крайне важно учиться, продолжать учиться постоянно. И это не только новый круг общения, который, безусловно, я приобрел. В моей группе было 160 человек из 40 стран мира. Это успешные руководители совершенно разных отраслей, от энергетики до медицины и химической промышленности. На самом деле все, что угодно. До того, чтобы просто почувствовать некий нерв времени. Это было ваше личное желание? Это была моя инициатива, которая была поддержана Советом директоров. Я считаю, что это было безумно интересно. Я увидел тех людей, которые успешно развивают бизнес в этих странах. Потому что к нам приезжал туда и Джек Велч. К нам приезжал туда очень интересный был доклад. Приехал директор ФБР. Есть нечто схожее в банковской отрасли и в ФБР. То есть, что вы взяли с этой встречи? Между прочим, Роберт Мюллер, глава ФБР, он воплотил в своей организации систему сбалансированных показателей, которые в Нортон Каплан внедрили. То есть, это те же самые стратегические платформы, которые работают и в бизнес-предприятиях. Они также хорошо легли и на ФБР. Правда ли, что образование за рубежом лучше, чем российское? Ваша точка зрения. Ведь у вас четверо детей. Я спрашиваю не случайно, потому что об этом в открытую пишет Форбс. И так как вы многодетный отец, вот вы сами поехали в Гарвард, а не в Сколково, замечу. И каким вы видите будущее ваших детей? Образование здесь или там? Если быть честным. Если честно, у меня на самом деле план следующий. У меня четверо детей, из них четвертый идет в этом году тоже в школу. Это московская школа. Старшие мои дети учатся в московской гимназии, бесплатной гимназии. Если рассматривать жизнь в России, а мне хотелось бы для своих детей видеть именно жизнь в России, мне хотелось бы, чтобы они получили качественное отечественное образование. Мне хотелось бы, чтобы мои дети окончили хорошую школу в Москве, чтобы они поступили в московский вуз и закончили именно московский вуз. С другой стороны, как следующий этап, безусловно, мне хотелось бы, чтобы они получили последующее образование, может быть MBA, может быть какая-то еще программа на Западе. Мне кажется, это хорошая комбинация. Мы для себя с супругой тоже обсуждали этот вопрос, безусловно, мы вот такое решение для себя приняли. А вы бы хотели, чтобы кто-то из ваших детей пошел на работу в банк со временем? Выбор будет за детьми, но если они пойдут в банк, я буду очень рад. Алексей Короин, эксклюзивно для портала банки.ру, сегодня отвечал на мои вопросы. Спасибо, что были с нами. Увидимся в сети. Спасибо.